В эфире информационного канала Севастополя новости в студии Ирина Львова и в этом выпуске смотрите. Курс на Средиземное море. Сторожевой корабль «Сметливый» вышел из Севастополя. Фиалки на штуке. Московский театр «Траф» представил севастопольской публике спектакль о войне. На высоте в Ласпе стартовали пятые международные соревнования среди альпинистов-спасателей. В Севастополе планируют закупить 50 мобильных туалетных кабин. Об этом сообщает официальный сайт правительства. Закупку осуществит Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства. На установку и обслуживание из бюджета будут выделены 900 тысяч рублей. Это максимальная цена контракта, которая сможет поменяться только в сторону уменьшения. Сегодня некоторые районы города отключены от подачи воды. Об этом сообщает пресс-служба Севастопольского водоканала. Причина прекращения – проведение аварийных работ. Возобновить воду планируют в 17 часов. Итак, сейчас воды нет по улицам Гагарина, Надежды Островской, героев-подводников Ефремова, Дыбенко, Челкунова и в 26-м доме по улице Вакулинчука. Сторожевой корабль «Сметливый» вышел из Севастополя в Средиземное море. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота. По плану похода судно примет участие в мероприятиях международной морской деятельности. Корабль совершит заходы в греческие порты Корфум и Левкада, а также будет задействован в проведении традиционного общественного форума «Русская неделя» на Ионических островах. Кроме того, 22 сентября во время захода в порт Патрынг митрополит Патрский Хризастом передаст ковчег с частицей мощей святого апостола Андрея Первозванного в дар Черноморскому флоту. По завершении официальных мероприятий «Сметливый» продолжит решать боевые задачи в составе постоянного соединения кораблей военно-морского флота России в Средиземноморье. На историческом бульваре хаотичная парковка по-прежнему мешает пешеходам. Пересечение двойной сплошной, далее знак, запрещающий въезд на территорию. Несмотря на эти ограничения, пешеходная зона плотно запаркована автомобилями. Как минимум три нарушения, одно из которых влечет за собой лишение прав, на все это идут водители лишь для того, чтобы с комфортом въехать на исторический бульвар. Кадры, которые вы видите сейчас на своем экране, вполне обычная картина для этой местности. Пешеходы продолжают лавировать вдоль машин, автомобилисты – игнорировать правила дорожного движения. В этой точке сотрудники ГИБДД в сутки могли бы составлять, пожалуй, сотни протоколов. Правда, для этого пришлось устанавливать круглосуточное дежурство. С жалобами на хаотичную парковку неоднократно обращались горожане и на телевидение, и в правительство, задаваясь вопросом. Так что в итоге дешевле? Установить шлагбаум, который ограничит движение, раз уж водители добровольно правила соблюдать не торопятся, или поставить на историческом бульваре пост ГИБДД? Пенсионный фонд РФ объявляет о начале 6-го ежегодного всероссийского конкурса «Лучший страхователь года» по обязательному пенсионному страхованию 2015. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя. К участию допускаются лица, которые уплачивают взносы на обязательное пенсионное страхование. Победители определят в четырех категориях. Среди них индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников, и работодатели с различной численностью сотрудников. Лучших страхователей наградят дипломами, подписанными председателем правления пенсионного фонда в субъектах Российской Федерации. Итоги подведут в мае следующего года. Московский театр «Трап» представил севастопольской публике спектакль «Фиалки на штыке». Он создан по повести «У войны не женское лицо» советской писательницы Светланы Алексеевич. Постановка рассказывает о войне глазами женщин. На сцене театра юного зрителя объединились истории девочек, которые шли на фронт прямо со школьной скамьи. О женщинах, которые записывались в ряды медсестер, летчиц и снайперов. Актрисы прожили реальные воспоминания тех, кто вместо материнства был вынужден выбрать войну, взять в руки оружие и защищать свою родину. Мама несколько дней сторожила на станции, когда нас повезут. Увидела, как мы шли уже в состав, передала мне пирог, десяток яиц и упала в обмор. Он называется «Фиалки на штыке», хотя у Алексеевича называется «У войны не женское лицо». Мы придумали свое название «Фиалки на штыке». Страшно, да, когда цветочки на штыке. Барышни вешали фиалочки на штык, чтобы прекратить войну. За весь спектакль не прозвучало ни одного выстрела, а игру актеров сопровождал лишь аккордеон. По словам режиссера Виктора Мютникова, в постановке нет ни одной прямой ассоциации. Зритель каждую реплику чувствует по-своему. Говорит, только такой театральный прием смог передать чувственность, ранимость и тонкость женской души в страшные годы войны. Плачут все. Мы показывали на молодежном форуме от 17 до 25 лет. Плачут все. Мы показывали для Совета ветеранов. Плачут все. Я сам этот спектакль ставлю, девчонки играют так, что даже у меня слезы прошибают. Еще один показ спектакля «Фиалки на штыке» пройдет сегодня в Доме культуры Балаклавы. Вход для всех желающих свободный. Начало в 19 часов. Сегодня стартовали пятые международные соревнования горных поисково-спасательных формирований. 11 команд из Севастополя, Симферополя, Феодосии, Ставрополя, Краснодара и Самары будут демонстрировать мастерство на скалах урочища Ласпи. Состязания проводятся по трем дисциплинам. Спасение в горах, в пещерах, в малых группах по два человека. И транспортировка условно пострадавшего альпиниста на высоте 100 метров. В последнем участвуют шесть спасателей. Состязание разбито на два дня. 18 сентября задания выполняют первые пять команд, 19-го – остальные шесть. Закрытие соревнований состоится в воскресенье. По основному этапу соревнования проходят по следующему сценарию. Связка альпинистов лезет по отвесной, слегка вертикальной скале. И примерно через 40 метров восхождения один из них становится пострадавшим условно. Задача спасательного отряда – подняться по другому маршруту на вершины горы, спуститься к пострадавшему, поднять его наверх, посадить на троллей. Это такая канатная дорога. И по канатной дороге спустить в указанное место. Полная поддержка таких мероприятий будет с точки зрения как горноспасательных отрядов и совершенства них мастерства, так и обучения горноспасателей, как и обучения альпинистов сертифицированных, и как туризм. Установка профессиональных скалодромов в общедоступных местах. 27 сентября в Севастополе состоится второй большой севастопольский офицерский бал. О его проведении и организации рассказали на пресс-конференции. В этот день Михайловская береговая батарея превратится в зал под открытым небом. Около двух сотен пар закружатся в ритме вальса, кадрили, польки и фокстрота. Торжественное открытие бала состоится в 8.30 вечера. А сбор участников начнется в 19.00 на Графской пристани. Гостей будут доставлять и забирать на катерах. Танцевальный марафон планируют завершить за полночь. Проводит бал благородное собрание Севастополя. Прием заявок на участие продлится до 25 сентября. Мероприятие благотворительное. Собранные деньги будут направлены на реконструкцию летнего центра «Солнышко в ладошках» для детей с ДЦП. Офицеры-черноморцы уже активно готовятся к балу в течение полутора месяцев. Опытные балетмейстеры обучают старший командный состав флота основам эстетики и хореографического искусства. Мы хотим показать преемственность поколений и преемственность высоких традиций русских. Наших офицеров, да и вообще просто досуга российского, как явление, которое у нас описано в самых разнообразных классических произведениях, книгах, фильмах. Это все живое, это все может быть сейчас. Таковы новости к этому часу. Более подробную информацию вы всегда найдете на нашем сайте. До встречи.